Привет, просветители! В этом выпуске я хочу поговорить с вами об одной из самых пугающих и одновременно одной из самых вдохновляющих городских легенд. Скольким она подарила надежду, скольких вергла в пучину отчаяния. Ладно, заканчиваем с этим пафосным бредом. Сегодня попытаемся разобраться, действительно ли троечники успешнее отличников. Первое, о чем стоит сказать, все люди разные. Спасибо, Кэп! Мысль максимально простая и банальная, но про нее постоянно забывают, что подростки, что взрослые, что депутаты с чиновниками. Последнее, кстати, особенно печально. Слышали новости из северной столицы? Школьник репостнул картинку из аниме? Отправляем его к школьному психологу. Почему? Потому что у кого-то из не самых живых, да, пытаюсь сохранить монетизацию. А что делать? Я в школе был отличником, мне за успешными троечниками не угнаться. Кручусь как могу. У кого-то из не самых живых подростков на странице ВК тоже были кадры из аниме. Вывод напрашивается сам собой. А еще все подростки едят. И дышат. Как же хочется верить, что люди, объединенные какой-то характеристикой, просто живой пример. Два из морца одинаковых лицах. Конечно, если каждую группу считать набором идентичных солдатиков из одной большой коробки, жить становится проще. Любой мужчина, то каждая женщина, все, если ты отличник, то вот троечник. У меня закончились короткие фразы. Филолог. Если мы говорим об успехах в учебе, которые, во-первых, далеко не всегда являются синонимами знаний, начнем с того, что у нас по факту только трехбальная система оценивания. И немалая часть этих успешных в будущем троечников на самом деле двоечники. Просто Марья Ивановна двойку ставить нельзя. У нас проверка скоро в школу приезжает. Кай двойка за четверть, вы о чем? И точно так же отличники, порой, дай бог, хорошисты. Нет, но если сравнивать со всеми остальными в этом классе, кому-то же нужно пятерку поставить. Так вот, за успехами или неудачами в учебе может стоять огромное количество причин. Самых разных. Порой напрямую влияющих в дальнейшем на успех уже в профессиональной деятельности. Поэтому, если с каким-то миллионером вас объединяет исключительно тройка по физике и родинка на затылке, не надо забывать про родинку, вероятность того, что вы пойдете по его стопам минимальна. Ваш недельный доз позитива. Особенно, если вы так называемый серый троечник. Это как серый бизнесмен, только троечник. К сожалению, все больше и больше встречается старшеклассников, которым интересно, да ничего им не интересно. Я даже не говорю про школьные предметы. Физика. Человек может не интересоваться учебой, но зато просто идеально разбираться в технике, быть талантливым актером, идеально освоить программу для монтажа, красиво рисовать. Да, это я все про себя. То есть, вот они зацепки для будущего. Но когда тебе не интересны ни математика, ни естественные науки, ни гуманитарные, не делать ты ничего не хочешь. Мое хобби? Люблю тиктоки смотреть. То есть, даже не снимать тиктоки, просто смотреть. И достаточно часто именно звезды потребления контента любят прикрываться фразой об успешных троечниках. Кстати, точно такими же серенькими и незаинтересованными могут быть и отличники. Я делаю, что от меня требуют. Маме нужна пятерка. Мне? Мне ничего не интересно. Что у меня лучше получается? Ничего. Это, кстати, невыдуманные ответы. И вот в такой ситуации у троечника с одним очень сильным предметом или увлечением действительно гораздо больше шансов на успех. Потому что он уже в школьные годы готовит фундамент для взрослой жизни. Поэтому, возможно, ему и наплевать на доклад по ОБЖ. Он лучше в это время книгу по профильной теме прочитает. Только точно такая же сильная страна или талант может быть и у отличника. А может и не быть. Все люди разные. Именно объединение всех в максимально широкие группы приводит к тому, что в глазах общественности Колеса трепишем два в уме по всем предметам и Вася с одной тройкой по физкультуре одного поля ягоды. Троечники. Павел, о том, что люди разные, мы и так знаем. Но ведь практически у каждого есть знакомый отличник, сейчас работающий, я не буду продолжать эту фразу, чтобы никого не обидеть, и троечник, или даже двоечник, возглавляющий. Здесь подробности, пожалуй, тоже опустим. Если мы говорим о соотношении профессиональных успехов и неудач, не стоит забывать про ошибку выжившего и яркость негативного примера. Когда вам в красках расписывают счастливую жизнь очередного бреда бредовича, кстати, бывшего троечника и очень проблемного ученика, и вот уже напрашивается вывод, образование вообще не нужно, стоит немного притормозить и вспомнить, какое количество троечников не воплотило свою американскую мечту. А заметьте, троечников всегда больше, чем отличников. А вот в моем гимназическом классе... Заучек не спрашивали. Да, бред бредович добился успеха без хороших оценок в школе и высшего образования. Но из этого вообще не следует, что любой товарищ без вышки и с тройками в аттестате обречен на успех. Кстати, о вышке. Друзья, стоит признать, время, когда учеба в университете ассоциировалась исключительно с ежедневными походами в вуз, безвозвратно уходит. Пора привыкать к новым реалиям. И сегодня я хочу рассказать вам о программе дистанционного высшего образования по аналитике данных и машинному обучению от Runhix и Skillbox. Оставляете заявку на сайте, сдаете ЕГЭ по трем предметам, подаете документы онлайн и ждете приказа о зачислении. Или сдаете вступительные экзамены, если вы окончили или не окончили вуз-колледж. А дальше все основные элементы классического вуза. Семинары, сессии, льготы для студентов, отсрочка от армии. Парни, можете выдохнуть. Одно отличие. Все занятия и экзамены онлайн. Учебная программа разработана специально под запросы современного рынка. Вы получите востребованные навыки, будете много практиковаться и работать с реальными задачами. Кроме того, начнете стажироваться с первого курса. Соберете портфолио и сможете начать карьеру в российской или зарубежной компании. Вас ждут преподаватели Runhix и Skillbox. С третьего курса у вас появится возможность получить второй диплом французского вуза Гренобль-Альпы. Программа бакалавриата в Европе длится три года. А значит, к концу четвертого курса вы получите сразу же два диплома – российский и европейский. Диплом, кстати, государственного образца. Поэтому, если вы планируете связать обучение со сферой больших данных, получить по-настоящему востребованную и прибыльную профессию, оставьте заявку и получите подробную информацию о поступлении у специалистов ведущих набор. Ссылка в описании. Когда успеха добивается бред Бредович, это непременно вызывает интерес бывших одноклассников. Еще бы, ему же целых 11 лет у них на глазах доказывали, что он закончит свою жизнь в подворотне. Об отсутствии успеха у других десятитроечников никто вспоминать не будет, потому что кто-то ожидал другого. Такая же история и со звездочками учебы. У меня аж челюсть от умиления заболела. Золотая медаль, сотка на ЕГЭ, поступление в московский вуз, стажировка в престижнейшей фирме и далее и далее. Да, я перечисляю все то, что никого из нас не ждет. Ваш недельный доз позитива. Даже если условный жорик и добьется всего этого, окружение будет воспринимать подобные успехи как должное. Но вот если на жора решит заняться наукой, российской, очень важное уточнение. Вот этот ролик зацените. Или что-то не срастется в вузе, неудача будет настоящим шоком. Ведь 11 лет вся школа слышала, какой жорик у нас молодец. А тут такой попадос. Да, неудачи отличников и наоборот успехи не самых выдающихся учеников всегда привлекают повышенное внимание. Но все же, есть ли качества, влияющие на успех в жизни, которые зачастую приписывают именно троечникам? Безусловно. Только обратите внимание, этими характеристиками вполне могут обладать и отличники. Это всего лишь стереотипы. В школе зачастую не особо любят, остановимся на этой формулировке, детей, задающих подобные вопросы. Но порой именно человек, осознающий, что ему нужно, на что стоит тратить время, а на что, соответственно, нет, может добиться успеха. А может и не добиться. Потому что очень велика вероятность того, что подросток неправильно определит, что же ему понадобится в этой самой взрослой жизни. Ведь жизненного опыта, как такового, еще практически нет. В свою очередь, наш золотой медалист этой фразе вполне вероятно противопоставит синдром отличника, который может испортить всю жизнь. Ты не мог позволить себе в школе получить четверку по музыке. Почему? Просто. Бог его знает. Нельзя. И вот уже во взрослой жизни ты буквально рвешь свою пятую точку, чтобы идеально выполнить задание, которое по факту вообще не твое. Пока Коля Курочкин смотрит в рот Маре Ванне. Она же скоро оценки за четверть будет выставлять. Бред-бредович занят другими, вполне возможно, гораздо более полезными вещами. Или наоборот. Желание впечатлить родителей, учителей, одноклассников далеко не всегда прямая дорога к успеху. Сюда же мы отнесем истребление следовать всем правилам. Точнее, страх их нарушить. Только вот эти моменты тоже не особо-то связаны с успехами в учебе. Я сам работал с отличниками, которые с высокой колокольни плевали на все авторитеты и правила. Они просто были умными. Отличники, а не правила. Хотя последние тоже бывают ничего. И максимально тихими, робкими троечниками. Да, пробивной характер, уверенность в себе. Отсутствие связи. Меня похвалили, значит я хороший. Не оценили, я теперь дно от донышка. Весьма помогают в жизни и с этим сложно спорить. Но в конечном итоге на передний план выходят два момента. Ум слэш способности. Да, представьте себе, некоторые отличники получают свои пятерки вообще без убрежки. Так же, как и троечник вполне может опережать целый класс в каком-то предмете. И все еще не сдать тот злосчастный доклад по ОБЖ. И второй пункт. Умение работать. И вот тут важное уточнение. Самостоятельно и не из-под палки. И вот если эти два момента сойдутся, абсолютно не важно, что у вас стоит по обществознанию в аттестате. Ну а уж если быть до конца честным, гораздо важнее иметь богатых родителей и много-много связей. Может быть троечник Сережа сейчас такой успешный, потому что у него папа депутат? Подумайте об этом на досуге. Ваш недельный доз позитива. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прочее, прочее. Вы и сами все отлично знаете. Встретимся с вами в следующий понедельник. Пока.